Вот ты вот ездишь в Одессу, 1 января, простываешь, сдаешь английский язык, сдаешь собеседование дома заболевшего, для того, чтобы написали очередной раз, папа устроил, папа устроил, не устроил, сидел, даже не подсказывал еще, потому что сам ничего не знаю. Осталось несколько минут до собеседования, немного повторяем вопросики. Еще человек и заболел ко всему. А ну давай, качество звука скажи. Нормальное там качество звука у тебя. Так, какие национальные стихи уже были? Когда я в должности, вообще работал с филиппинцами, с индийским экипажем, турки были, капитан Грузин был. Ну, я понял, да. Ну так, да, индийский экипаж, да, индийские и турки, и филиппинцы. Так, моркова Аксаткин, предотвращение за объяснением моркови к продуктами. Первый год видит? Да. Какое-то имел отношение к ней? Я нет, старший механик заполнял. Да, расписывался кто? Ну, старший механик, ну. Надо в курсе, что мне неправильно, да? Я знаю, что, кто совершает перепятку, должен был расписываться. Абсолютно верно. Ну, ладно, я тебе продемонстрирую сейчас официальный документ. Вот, когда увидишь, мне никто скажет, хорошо? Да, я вижу, вижу. Вот. Тут требование морковок было к порту. И абсолютно верно написано. Красный, прочитай. Да, что... Каждый при операции должен быть подписан офицером, который перекапан. Да, который выполнял. Вот, а сушиллельные колодцы. Писать может кто угодно. Кадет. Ставший механик. Любой человек с чистыми руками и хорошим почерком. Но подпись должен ставить этот человек. Поэтому при любом вопросе ты отвечаешь с любого моркова. Можно еще оставший механик проверять твою подпись тоже. Но твоя подпись была на путь, потому что... Ну, это является нарушением морковки. Скажу, что... Так, идем дальше. По мусору. Какой мусор можно забрать или от тревог? Я знаю, что раньше можно было выбрасывать пищевые отходы. Но так вообще никакой мусор нельзя выбрасывать. Пластик сдается. Пепел с инсенератора тоже сдается. В порту. Ну, правильно. Ничего. Нельзя выбрасывать. Это новое правило. Уже 5-й год есть с 13-го года. Правило? Ничего. А пищевые отходы? Старший помощник занимается. За трехмирной зоной, если они раздроблены. Если не раздроблены, за 13-й сильная зона. В июне она может. Да. А на 6-й. Да. Это вообще изменяет атмосферу. Знаешь? Делится на два типа. Загрязнение фреоном и загрязнение выхлопными кабелями. Да. Регуляйшн-демат согласен о том, что запрещено выпускать наружу вещества озоноразрушающие. Правильно. Да. Поэтому приходят, кроме всего, даже приходят уже на современные фреоны, которые меньше раздражают озоновый слой. А меня интересуют другие. Вот ты, ты будущий третий механик. У кого у вас заведование дезерегенераторы? У третего. У третий. А есть у нас тоже третьего механика? Именно где я был на судне? Нет, нет. Ну там был раньше третий механик, но потом просто стал четвертый. Понял. Поэтому движки у четвертого? Ну да, да. На том судне, где я был, да, у четвертого. Ясно. Ты форсинки менял на движка? Да. Вот какие открытые детали дизельных дверей? Это имеется в выхлопном порте с язота NX. Не в курсе дела? Почему? В курсе NX. Это файл подходит ко всем двигателям, построенных после 2000 года, свыше 130 киловатт, но не распространяется на аварийное оборудование. Ну правильно. Только на главный двигатель, на вспомогательный и на котел. Ну там сертификат называется Engine International Air Pollution Prevention Certificate. Да. Ну вопрос такой. Ты как механик заведования, у которой дизельные дверей были, ты записывал номера форсона распылителей? В какую-то отдельную тетрадь? Нет, ты в оверхолинг репорте должен записывать, а старший механик эти номера должен переписывать и в NX файлы записывать. Нет, да? Нет, причем было такое. Было, да? Да. Откуда ты эти номера брал? В номера воспылителей? Угу. С самого пакетика, который был. Нет, нет. Ну на самом воспылителе, да ладно. Смотри, видишь? Да. Это то, что ты мне сказал. Кроме этого написано. Вот читай дальше. Согласно ему регуляции, технический файл должен быть сделан для коллажного двигателя. Технический файл содержит информацию про компоненты и критические компоненты. И вот примеры, где искать вот эти детали. Да. И вот примеры, где искать вот эти детали. из каких-то номера. Вот, вот на блог твоих поправку рассказать. Они выиграли, ага. Вот на расплитке, фруктурке. Вот эти номера будут записывать. Угу. Вот клапот, ну и так далее. Понял идею, да? Я понял. На самом, на самой детали. Да, на самой детали. Поэтому, ты уже не мальчик, ты уже инженер, у которого есть свое заведование. Поэтому, за нарушение, ну, в анголе я не считаю. В анголе там, может, еще даже не читают правила и не требуют. Но, тем не менее, если в пользу стоит контроль проверить. Вот эти условия не выполняются, то крайне остается ты. Потому что ты не даешь связать денег. Поэтому, шепсур или лаз-эван-система, ты должен писать. Если по заменению форсовки, ты должен писать. Да. Угу. 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 Все эти этапы, которые участвуют в обморажении топлива на дезеренераторах, нужно указывать их номера. Если нет номеров, писать, что номера отсутствуют, других у тебя нет. Понятно, да? Да. Система верфельных у нас работает, да? Да. Ясно. Ходлорд фермер, конкурс спейсов там работают. Да, ну ясно. Нисклый список ВФС, перечисленная схема работы. Это тоже обязанность администрации, абсолютно. Но в этом должен быть заинтересован ты. Но если не заход того, что случится при выполнении этих работ, если будет нормальная портфель, использовал персонал «Текшер Квип», то страховое агентство может не отпущать еще и все лечение, и транспортировку. Такой процесс по счету. В этом везде действует. Хорошо. Какие последствия могут быть от плохих результатов погождение на упорство и контроль? Если просто и контроль не пройти? Да. Могут арестовать, да. Есть ли какие-то нарушения, да? Могут арестовать судно, пока не исправят те проблемы. Ну, правильно. Либо могут они так исправить при выполнении, устранению справности, либо испытать в раку. Так. Хорошо. Тут следующий вопрос. Я написал, что ты имеешь опыт работы с кошелек. Паржи, да? Да. Так. В чем твоя сила? В практической работе руками или вот отчет отчеток? Отчеток тебе отберилось? Да, да. Приходилось, да. С отчетами я знаком. В принципе, со всеми, которые были по engine department. Ну, практически со всеми. Прямо я так не берусь говорить, что на сто процентов. Ну, на процентов 70 точно. Хорошо. Теперь пойдем уже ближе к нормальным вопросам. Вот ты стоишь на лапке, делаешь вот машинное отделение и заметил, что вообще на движке вот твоем упало давление смазочного масла. Ну, еще не такое, что движок вырубится сюда, но уже пониженное близко к этому. Какие могут быть причины? Причины могут быть то, что фильтр грязный, первым делом причины. Если перепад идет, ближе к одному бару, значит грязный фильтр. Там есть фильтр centrifugal многоразовый и турбочарджер, он одноразовый. В инструкции на сам движок указаны часы, ну, понятно, там приблизительно, при которых нужно мыть. Ну, на том дизельный генераторе, с которым я имел дело, там полторы тысячи часов. То есть, centrifugal моется, на турбочарджер меняется, также производят анализы масла. Вообще раз в квартал отсылают анализы с разных механизмов, в том числе дизельный генераторы. Мы собирали с главного двигателя, там стартюпа, остальные механизмы. Отправляют в лабораторию и уже приходит отчет. Если масло в зеленом секторе все нормально, если в красном, значит они дают рекомендации. Может быть большое содержание сажи в масле или процентное содержание воды. Также делают на судне анализ масла, делают на содержание воды, если близится к этому проценту, масло меняют. Также, может быть, уже пришли часы для замены масла. На замену масла тоже, на том дизельный генераторе, на котором я работал, полторы тысячи часов давали. Ну, так в инструкции, например. Ну, да. На навязкость анализ, на TBN, Total Basic Number, на дизельный генераторные масла. Вязкость влияет на завление в системе? Конечно, да, влияет. Да. Если, ну, вот, для движкового TBN должен где-то быть 40, и на анализ на ТАН, Total Basic Number, на движке должен быть 20-сотное число. Ну, тут я имею в виду, вот, все правильно, ты говоришь правильно, но я уточняю больше свой вопрос. Ты пока сказал, что одна причина, ты выявил грязный фильтр, но заменил фильтр, давление не повысилось. То есть, что еще может повлиять на снижение давления? Вязкость масла. Правильно. А вязкость, по какому правилу ты можешь определить, вот, по работе? Ну, без анализов? Ну, по давлению. По давлению масла. По давлению упала. А, ну, нет, ну, правильно, я же, ну, как, да, по давлению. Ну, как, правильно. Ну, причина снижения давления – вязкость. Вот какой параметр, ну, ты можешь посмотреть, сказать, из-за этого у тебя упала вязкость. На пососе. Сейчас я, секунду, я просто думаю, по какому параметру? Ну, может быть, просто масло не охлаждается, поэтому вязкость. Правильно, по температуре. По температуре, я думаю. По, как там. А у вас масло, масло и холодильник, я напишу, как, две трубчатые? Да, да, был трубчатый холодильник масляный. Угу. Так я бы не пытаюсь... Извините, еще раз. Чем холодильник масляный охлаждался? А, с забортной водой. А, с забортной, да? Да, с забортной водой масляный, пресный, воздушный холодильник охлаждался. Угу. Ясно. Ну, если вдруг во время движка, вот, у тебя, топлана трубка на масловом холодильнике, ну, опять, не пушать, где еще раз. Ну, все, масло благополучно пойдет за бар. Правильно. Потому что давление масла больше давления забортной воды. Малкость. Правильно. Дальше. Тепловые зазоры, она регулирует? Конечно, да. Тепловые зазоры, это расстояние между коромыслом и толкателем. Не помнишь, сколько это было? Помню, почему, 0.3 и на инлет, и на экзострит, по 0.3 зазор был. Тоже 0.3, да? Да, да, 0.3, и на пусном, и на пусном. Хорошо. А если ты сделаешь ошибку, и, ну, вот так, во время того, когда контролируешь регулировочный болт, он сам провернулся вместе с гайкой, и у тебя нулевой зазор будет на выхлопном клапане. К чему это приведет? Приведет к тому, что выхлопной клапан будет открыт, потому что, когда металл нагреется, он расширится. Правильно. И что, с клапаном случится? Загорит клапан. Правильно. Загорит, потому что не будет работать татакарп, и потому что он будет постоянно омываться выхлопными газами. Хорошо. Топливопозготовкой занимаешься ты, да? Да. Вот смотри, по результатам анализа, которые вы получили на топливо, сказалось, что алюминия литерния, него много. Кэтфайн, тест? Да, Кэтфайн, да. Ну, как лучше сепарацию, ну, чтобы уменьшить? Уменьшить, это нужно параллельная работа с двумя сепараторами, после нее должно быть 10 ppm. High limit для банкера это 30 ppm. Ну, так и это рекомендации от engine makers, они все дают, что нужно 30 ppm, Кэтфайн. Но, согласно ИСА 80, они рекомендуют 60, но единственный способ, это параллельная сепарация двумя сепараторами. А почему параллельно? Можешь объяснить? Нет. Нет, не могу. Скажи, вот как ты думаешь, что ты, как должен настроить сепаратор, чтобы он лучше очищал эффект, кто получил от сепарации? Эффект? Да, чтобы лучше он сепаратор очищал. Ули ты врубаешься и не регулируешь никакие параллельные, да, ничего, так плохо? Ну, 6 лет назад, мэр. Ну, там просто... Я просто сопоставляю все на том судне, на котором я был, там было просто... Нет, что там, дизелька была, там подогревателя не было. Может, как-то связано с подогревателем, потому что там температуру регулирует. Ага, там только дизель когда был? Да, да, я, может, думаю, как-то связано с подогревателем, там регулирует температуру. Правильно. Повышать температуру. Совет, наверное. Поэтому немножко вопрос меня задать. Ну, смотри. Все правильно. Нет, я покажу сервисное песно. Ты увидишь, не правильно? Почитаешь, потому что... Я думаю, ты не всегда живешь только вон 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 вон. Видишь, монитор, да? Да, да. Вот что здесь указано. Да, вот. 60 это предел, который мог поставить. Но самое интересное, тема в последнее время Макбур-Перваль провела исследование. Оказывается, мне три больших класса, а два, для главного первых. Ну, для первых людей, дизельных. Потому что этот приводит к большому износу телеведоропортированных вещей. Да. Да. Потому что при сгорании алюминия силикона, они превращаются в абразив. Я читал, да, этот абразив убивает топливную аппаратуру, кольца, втулки. Да, да, да. Поэтому они рекомендуют первое. Регулировать температуру. Они рекомендуют. Вот этот дизель, чтобы ты смотрел, температура лежит 40-50 градусов. Эффективно, потому что для тяжелых топливов, я уже согласен. Результаты исследований, смотри, если это сепарировать на полную производительность при пониженной температуре, то на входе, вот красная, я жёлтая, на выходе, практически всегда трансфер-пак. Только, знаете, в степку, белок. А если вот цепь температура и низкая производительность, вот вход, нам, кстати, практически ничего нет. Вот поэтому читаем и рекомендую использовать два сепар-пак, потому что одного может недостаточно, чтобы держать полный уровень, да и танки. Понял, да, для чего, да? Хорошо, всё, с этим мы разобрались. А бомбировкой кто занимает? Я тоже занимался. Ясно. Скажи, если вот надо принять полный объём топлива, то максимально на сколько пополнитесь, может, на танк? По процентах к объёму? Максимум выполняли на 85%. Правильно. Если наберёшь больше и во время этот перелив, по любой причине, поймёшь, чем опасно. А где-то трубалок, на перелив обязательно приходят передай себе, если ты увидишь, что у тебя больше 85%, ну, пошли, то лучше-таки пошли. Ну, как выполняет бункер операционный чек-лис, мы там видим, да? Да. Вот ты, что вы отправляете на анализу, да, каким из показателей качества масла является ТБН. А что такое, что он корректирует, да, блин? ТБН – это щёлочное масло. Правда. ТБН – это способность масла, не только издать. ТБН – это серый способность масла. ТБН – да, серый, кислый серый, да, потому что окис серый, суварая, поразует серый кислоту, да, чтобы не было. ТБН – да, для низко-сернистого топлива используют низкое щёлочное масло. ТБН – угу. ТБН – и если для низко-сернистого топлива использовать высокое щёлочное масло, то вся щёлочь остаётся тоже на кольцах, в кулке. ТБН – это тоже плохо щёлочное. ТБН – и если нет вдруг низко-сернистого топлива, то необходимо снизить подачу, ну, это для главного двигателя, снизить подачу центрового масла до минимума, ну, 0,7-0,8 грамм киловатт в час. ТБН – ну, это как в инструкции, так, рекомендации. ТБН – молодец, так. ТБН – хорошо. ТБН – Александр, ну, в каких работах пристел принимательский отпуск по главному двигателю? ТБН – по главному двигателю в тринадцатом году мы поршень дёргали. ТБН – в этом контракте два раза клапан ухлопной меняли. ТБН – ага, сейчас, секундочку. ТБН – так, хорошо. ТБН – ещё какие работы? ТБН – вот в моточистке для школы принималось? ТБН – да, 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 была моточистка одна, дизельгенераторы в этом контракте перед отъездом домой. ТБН – еще в каких работах? ТБН – такие, по мелочи, насосы, сепараторы, планетарный механизм, меняли сальник, два сальника меняли, два крана, право-левый борт, но там на одном, право-борт меняли два сальника, да, какие ещё. ТБН – а воздушная каплистовая приглядела что-то сдвинуть? ТБН – с воздушной каплистовая приглядела? ТБН – с воздушными компрессорами, нет, с воздушными нет, приходилось менять подшипники на электродвигатели. ТБН – интересный вопрос. ТБН – ну, я прям так просто приходил. ТБН – нет, ну просто, если ты сказал подшипники, да, как вы устанавливаете новые подшипники? ТБН – на вал? ТБН – да. ТБН – разогреваем? ТБН – ну, молодец, правильно, надо разогревать, а не забивать приклады. ТБН – нет, нет. ТБН – нет. ТБН – нет. ТБН – все. ТБН – Александр, я понял, что ты готов отпечатать там волосы. ТБН – и поэтому на этом мы прекращаем. Я протокол печатаю. ТБН – понял? ТБН – да. ТБН – все, спасибо. ТБН – все, благодарю, всего доброго. Ездишь в Одессу 1 января, простываешь, сдаешь английский язык, сдаешь собеседование дома заболевшего для того, чтобы написать очередной раз Папа устроил, папа устроил Не устроил, сидел бы даже не подсказывал еще Потому что сам ничего не знаю Субтитры сделал DimaTorzok